Слово к молитве в дни пандемии. Франц Тиссен. Мир вам, дорогие братья и сестры! Хочу предложить нашему вниманию сегодня одну молитву. Это молитва Елисея, Человека Божия. Мы читаем об этом в 4-й книге Царств, глава 6, стих 17. «И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он видел. Аминь». О ком молится Елисей? Кто не видит? Что за обстоятельства, в которых находится пророк Божий? Мы читаем о том, что царь сирийский узнал от своих слуг о том, что в Израиле есть пророк Елисей, который все передает царю израильскому. И таким образом, израильтяне были сохранены не один раз от войска сирийского. Царь дал указание арестовать пророка. Узнав, что Елисей находится в городе Дофаиме, он послал туда коней, колесницы и много войска. Они пришли туда ночью и окружили город. Утром Гиезия, слуга Елисея, увидел, что весь город окружен войсками. Он пришел в страх. Он обратился к Елисею. «Увы, господин мой, что нам делать?» Удивительно, но пророк реагирует на все происходящее совсем по-другому. Он спокоен. Кажется, что он не понимает опасности, или он не видит то, что видит Гиезия. Пророк, наоборот, успокаивает своего слугу. Он говорит, не бойся. Ну как? Почему не бояться? Елисей видит то, что не видит Гиезия. Он видит больше. Послушайте, он говорит, тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними. Да, но это только слова. Гиезия не видит. И тогда Елисей молится. «Господи, открой ему глаза, чтобы он видел». И Господь ответил. Он открыл Гиезии глаза, и он увидел, вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными, кругом Елисея. Братья и сестры, молились ли вы когда-нибудь такой молитвой? Это может быть молитва за себя лично и за других, в минуты особых искушений, когда отчаяние близко, когда уныние приходит в сердце, когда посещают мысли о том, что мы оставлены всеми, забыты, никому нет дела до нас. Помолитесь о том, чтобы Господь открыл вам глаза, чтобы видеть. И вы увидите. Он с нами, наш Господь. Враг нашей души прилагает много усилий, чтобы мы видели ситуацию неправильно. Это вергает человека в топ и ныне. Делает человека непригодным для служения. Нет благодарности, потому что не видим его заботу, защиту, его попечения о нас. Слепота приводит к гордости. Помните состояние верующих в Лаудикии? Мы читаем Откровение, 3 глава, 14, 22 стих. Верующие в Лаудикии говорили, я богат. А Бог говорил, ты нищ. Почему такое состояние? Господь говорит, ты не видишь, ты слеп. И Он советует, верующим в Лаудикии, глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Писание говорит, Матфея 5, 8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Какое счастье, какое утешение и ободрение видеть Господа, видеть действование Его в своей жизни. Псалмопевец Давид говорит, Псалом 15, 8 стих. Помолимся за своих детей, близких, родных, за тех, кто еще не видит Господа и Его любви, кто идет путем погибельным. Помолимся о том, чтобы Господь открыл им глаза. Помолимся сегодня этой молитвой за себя, чтобы иметь открытые глаза и видеть Божию опеку, заботу, охрану, защиту, Его любовь и иметь утешение. Помолимся за тех, кто еще не видит все, что Бог сделал для человека, чтобы Господь открыл им глаза. Пусть это будет наша вечерняя молитва сегодня. Господи, открой глаза, чтобы видеть время молитвы 21.00. Субтитры создавал DimaTorzok